Депутат Владимир Герасичкин Депутат Владимир Герасичкин По словам депутата Александра Котельникова, это позволит сэкономить на вывозе бытового мусора на полигоны и сохранить деревья. По статистике, порядка 75% отходов от административных зданий – это бумага. Комиссия идею поддержала, и в течение трех месяцев проект могут начать реализовывать. Тем более, что сепаративный сбор мусора является частью программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В своих офисах я данную схему ввел 7 лет назад. Практика показала, что все работает. Первую неделю чуть-чуть ворчат работники, что куда-то надо чего-то носить, а потом все привыкают и все относятся к этому совершенно нормально. К сбору макулатуры привлекут и вузы. Вторым этапом программы будет сбор токсических отходов от населения. Планируется открыть по городу специальные киоски для сбора батареек, ртутных ламп, градусников и аккумуляторов. На сегодня для этих отходов в городе места нет. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижний.